Коллеги, если кому угодно выступить по поводу всех трех сообщений, нет желающих, тогда я постараюсь обобщить все эти три доклада в случае. Ее хотелось бы начинать именно с последней, потому что, если обратили внимание, Алексей Викторович говорил именно о молекулярно-генетических изменениях, транслокации при дифференциальной диагностике. Хочу вернуться немножко чуть назад. Первая такая, скажем, современная классификация опухоли мягких тканей появилась, это возрастная классификация 1974 года, и в основном эта классификация тогда была основана на световой микроскопии и за редким исключением отдельных нозологических форм с применением не иммуногистохимии, а просто гистохимических реакций, также это световая микроскопия. Время шло, наука на месте не сидит, и в 2002 году, заметьте, пожалуйста, такой интервал большой, 1974 год и 2002 год, появилась Лионская классификация, в которой многие гистотипы в опухоли, которые были, они исчезли из этой классификации, но они появились по другим названиям в другие группы. Прошло не так много времени, и опять возрастная классификация 2013 года совершенно поставила, скажем так, с ног на голову, очень многие морфологические гистотипы саркомия к тканей, и получили то, что вот живой тому пример, что появел Алексей Викторович, что светлоклеточная саркома, она была и в классификации возыска 1974 года и 2012 года. И эта нозологическая форма, она кочевала, была в 1974 года классификации, так называемой, не классифицируя сарком, это была 15 группа, где туда складывали, сваливали все гистотипы, которые невозможно было найти, откуда она исходит, что это, это сеновиальные оболочки, это сухожирные влагалищи, либо это просто дедифференцированная мезонхимальная клетка. Я это к чему говорю, потому что на сегодняшний день невозможно ставить диагноз без проведения иммуногистохимических реакций и без молекулярно-генетических изменений, потому что на основе этого, Вячеслав Владимирович, то, что Вы задавали вопрос с Анналом Петровичем в отношении предиктивных факторов, и возможно это все есть, это переход к следующему докладу, именно опыт применения тробиктидина, это было в основном протокольное исследование, очень обширные мультицентровые исследования 2000 года, в том числе и городской онкологический клинический диспансер принимал участие, и наш институт принимал в этом участие, и это протокольное исследование многоцентровое доказало, что ожидаемой эффективности применения тробиктидина 50% при липосаркомах не проводилось исследование низко-высокодифференцированной липосаркомы, просто там брались все гистотипы. И по такому же принципу, но вот уже большая ожидаемая эффективность при липосаркомах до 80%, также при диссеминированных формах липосарком. Ну и наконец, скажем так, ну не вершина, но очередной шажок вперед в лечении в столь сложных патологиках сарковой мягкой тканей, именно применение дендритных вакцин, дендритных клеток у больных сарковой мягкой ткани, потому что каких-то 5 лет тому назад таких работ не было, тем более с применением в клинике непосредственно с ожидаемым эффектом. Конечно, мы хотим ожидать получения больше эффектов, но, к сожалению, сарковой мягкой ткани столь многогранная группа и разнообразная группа, что порой начинаешь задуматься, а действительно ли мы 10 лет тому назад так ли лечились на верную сарковую, как следует лечить, либо мы неправильно лечили, либо такая форма коварная сарковой мягкой ткани, это злокачественная фиброзная гиститома, как ее только не называли, это и полиморфно-клеточная липосаркома, это и полиморфно-клеточный вариант сеновиальной саркомы, и такое было в истории лечения сарковой мягкой тканей. И вот опять я возвращаюсь к классификации, последней классификации злокачественной фиброзной гиститомы осталось, но количество их очень резко сузилось, именно благодаря молекулярно-генетическим исследованиям, которые доказали, что многие формы, которые были в группе злокачественной фиброзной гиститомы, они ушли, часть ушло, скажем, в сеновиальные саркомы, часть ушло в липосаркомы, и часть ушло в дедифференцированных сарком, не классифицированных на сегодняшний день. В целом, мне кажется, что сегодняшнее наше сообщение, куцый, я бы сказал, сообщение, но показалось, что даже на примере клинических случаев, что мы продвинулись вперед, маленький шажок, но продвинулись вперед в лечении сарком мягкие ткани. Сложность лечения этой очень сложной группы, то, что их не так много. И вот тому, что их не так много, врачи общей лечебной сети, не считайте, коллеги, что я кого-то хочу тут обвинить, что вот не умеете, не берите и так далее, нет. Просто не знают эту патологию, равно как и часть онкологов, надо сказать честно, также не знает эту патологию, частно принимать ее за другую. Я к чему-то говорю, есть опухоль, не знаешь, что это такое, скажи, что не знаешь, и направь в те центры, которые есть в городе, у нас, в других городах, где есть эти центры и лечат эту патологию. Если мы сообщать им все, объединив вместе, я думаю, что наши успехи будут куда больше. Всем спасибо.